На митинг за сильную, стабильную, суверенную Россию, прошедший 11 февраля на Театральной площади Читы, люди собрались организованно. Служащие профсоюзов, сотрудники университетов, представители диаспор. Всего около 3000 человек. «Я за Путина, потому что не повелся на развод. Нам есть, что защищать. Сохраним Россию. Музейщики за стабильную и единую Россию», – утверждали развернутую Россию. Главным же призывом организаторов акции стала поддержка на предстоящих выборах курса стабильности и дальнейшего развития России. Сегодня мы видим, как в мире насаждаются культ насилия, как многие страны становятся жертвами монополии в борьбе за рынки сбыта, за сырьевые рынки. И целые страны, организуя гражданские войны, братоубийственные войны, толкают свои страны на страдания и мучения. Мы не должны этого допустить. Над Россией вновь хотят создать эксперимент, который наша страна уже пережила и в 17-м году, и в 91-м, и в 93-м. Нам не надо гражданской войны. Сегодня нам необходим путь, направленный на дальнейшее возрождение нашего государства, направленного на улучшение качества жизни простых граждан. Судя по улыбкам, большинство собравшихся поддерживали оратора. Они весело пили чай и ели гречку, приготовленную полевой кухней городской администрации. Но, как выяснилось, не все слушатели были согласны с позицией сторонников Путина. Думаю у меня то, что я против этого режима, против путинского режима. На самом деле нас просто согнали для массовки сюда. А вы откуда? Для работы? Я в Читинском государственном университете учусь. А что значит согнали? Нас просто заставили, сказали от профсоюзных организаций, что обязательно нужно присутствовать. Мы пришли, нас отметили, все типа, ну говорили вплоть до отчисления. Неужели и других участников мероприятия насильно заставили поддержать действующую власть? Решили узнать мы у митингующих. Мы по собственному желанию пришли. Да, по собственному желанию. Зачем? Зачем поддержать? Поддержать Владимира Владимировича Путина, так как я был за него голосовать и пришел поддержать за него. Мы по собственному желанию пришли. Да. Все-таки из того кризиса, в который была Россия, мы вышли. И сейчас я надеюсь продолжаться то же самое. Меня привела моя гражданская позиция. Мне хотелось бы донести до тех сомневающихся в том, что сомневаться не нужно. Потому что есть у нас сегодня определенные конкретные позиции, которые нужно просто знать и четко видеть. Как видим, большинство опрошенных оказались в путинских рядах добровольно. Слова же студента об угрозах за неявку глава штаба Николай Говорин назвал глупостью и провокацией. Но если даже кто-то из участников 40-минутного митинга пришел на него не по своей воле, то покинули площадь замерзшие горожане уж точно в едином порыве. Сотрудники полиции продолжают поиски преступников, совершивших разбойное нападение на автозаправку Корс в поселке Маковеево. Инцидент произошел 11 февраля примерно в 6 часов утра. Четверо молодых людей на Субору Форестер черного цвета приехали, ворвались. В результате нападения грабители забрали выручку в размере 200 тысяч рублей и тяжело ранили из травматического пистолета ОСА дежурного охранника автозаправки 23-летнего Николая Стельникова. Доча позвонила, говорит, мама, в кулю стреляли. И мы поехали к нему в больницу. Там он уже был на операции. Операция шла 5 часов с лишним. В принципе прогноз неплохой, но... Дело в том, операция серьезная, ранение серьезное, трепанация черепа в сознание пришел на обезболивающих, но не двигаться ничего нельзя. И постоянный контроль, постоянное наблюдение. Вот, надеюсь, завтра переведут из реанимации. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Полицейские изучают запись совершенного преступления с видеокамер АЗС. Предположительно, налетчики скрылись на автомобиле «Субару Форестер» черного цвета в направлении поселка Агинское. В воскресенье у многих регионов страны прошла юбилейная 30-я по счету самая массовая спортивная акция страны «Лыжня России». В Забайкале на старт вышли порядка 10 тысяч жителей края. В Чите главные мероприятия прошли на спорткомплексе в Искагорье. У нас в Забайкале участвуют 23 муниципальных района, 3 городских округа. В общей сложности 10 тысяч участников подтвердили участие. Но сегодня здесь на центральной площадке, будем говорить, в районном центре Забайкале в городе Чите у нас участвует 2100 человек. Участники были разбиты на несколько групп – спортсменов-любителей, студентов и школьников. Также состоялись вип-забег, гонка для инвалидов и мастар для всех желающих. Самую протяженную дистанцию на 10 километров бежали участники, занимающиеся спортом на профессиональной основе. Традиционно был дан старт и вип-забегу. В этот раз его участники бежали 2014 метров. Эта цифра символизировала приближающуюся Олимпиаду в Сочи. Победителем здесь стал губернатор Равиль Дениатурин. По ощущениям, несколько тысяч человек участвуют не в митингах, слава богу, а в нормальных спортивно-оздоровительных мероприятиях. Кстати, обращаюсь к всем блогерам, которые сейчас сидят там за столами и какие-нибудь интересные, как правило, пакостные вещи пишут. Лучше сюда приходите и участвуйте в этом замечательном событии. Вперед, Ложья Россия! Все победители и призеры награждены дипломами и кубками. Специальный приз самой юной участницей получила Кристина Шарина. Самой спортивной семьей признана семья Самойловых. Об этих и других событиях читайте на сайте забмедиа.ру